МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Желаю крепкого здоровья, счастья и бодрости духа, успешной и плодотворной деятельности, благо и процветания нашей страны. Пусть ваш профессионализм, ответственность и преданность своему делу в дальнейшем служат развитию гражданской обороны и решению задачи защиты населения от чрезвычайных ситуаций в природном и техногенном характере. Владимир Андреевич Пучков. Цель гражданской обороны на всех этапах развития – защита населения. Причем не только в военное, но и в мирное время. Затопление, землетрясение или крупные пожары – реалии нашего времени. Поэтому готовность сил и средств, которые в случае надвигающейся опасности будут брошены на защиту людей, регулярно проверяются во время тренировок. Сегодня поздравление в честь 85-летия гражданской обороны принимал не только личный состав, но и ветераны ведомства. Особо хочу подчеркнуть заслуги ветеранов гражданской обороны, чей опыт, высокое чувство ответственности за судьбу страны, востребованные сегодня. И сегодня они являются примером для подражания, вносят свой вклад в воспитание и подготовку кадров гражданской обороны. Далее в торжественной обстановке прошло награждение почетными грамотами и ведомственными медалями. КУЖГЭТ Азиана Васильевна. Отчеркновение управления обороны. Годово. Система 112. За многолетнее безупречное служение делу гражданской обороны, за заслуги и личный вклад в развитие совершенства мероприятий в области гражданской обороны, защиту населения территории и очевидчайной ситуации и в честь 80-летия со дня образования гражданской обороны наградим. Памятной медалью МЧС России. 85 лет гражданской обороны. Рабча Айдына Анатольевича пожарного-пожарно-спасательного части номер 17. Абранное учебство района. Всего почетными грамотами и благодарностями Верховного хурала парламента Тувы отмечены 4 человека. Юбилейной медалью МЧС России 85 лет гражданской обороны награждены 15 сотрудников и ветеранов. Также за безупречное служение делу гражданской обороны присвоено два очередных специальных звания. В настоящее время гражданская оборона МЧС России решает целый комплекс задач по обеспечению безопасности населения. Работа специалистов этой службы является очень непростой, напряженной и крайне ответственной. В Туве продолжается доставка социального угля семьям с пятью и более детьми. Многодетные семьи Дзунхимческого района в эти дни получают социальную помощь. В 2017 году в губернаторский проект попали 77 семей со всего района. Одним из первых отгрузку угля начали в селе Хайракан. Участникам из западных районов уголь доставляют с Чаданского разреза. В конце сентября завершена доставка угля в Судхольский район, где 63 семьи стали участниками проекта. 11 из них в селе Агдаш. Всего участниками 2017 года стали 718 многодетных семей. В труднодоступных таежных поселениях, где подвоз угля автомобильным транспортом невозможен, организована заготовка дров на месте. Таких семей насчитывается 36. Каждая из них получит около пяти кубометров дров. Отбор проводился через местные социальные центры. Ответственным за реализацию проекта выступает Агентство по делам семьи и детей в Республике Тыва. Средства на реализацию губернаторского проекта направляются из республиканского бюджета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова